Радио Югра. Югра. Главное окружное радио. Есть момент в нашей программе, когда нам становится скучно, и мы вклиниваемся в эфир Радио Югра. Ведущие Даши Кузнецова и Паша Ерофеев не против. Ну, во всяком случае, они так говорят. Сейчас узнаем. На настроение поднимают. Я вот только их увижу и сразу. Здрасте, Алена. Здрасте, Максим. Здрасте. Здравствуй, Даша. Здравствуй, Паша. Здравствуйте. Закричите, хочется спросить у вас. Вы знали, например, о том, я сегодня с самого утра уже рассказала всем о том, как правильно и классно просыпаться, для того, чтобы был правильный настрой мыслей, а для того, чтобы состояние духа было таким вот прям бодреньким. Знаете вы, что нужно сделать? Не ходите на работу. Поведай-ка нам. Нет, неправда, неправда. Вот проснувшись, ребята, дайте себе минуту полежать просто с закрытыми глазами. Пожелайте себе доброго утра. В 4 утра это очень чревато. Можно меня не перебивать? Так. Сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы провентилировать легкие. Пошевелите пальцами рук и ног и потянитесь от души, как в детстве. Вот видите, я рассказала эту историю Паше, и вот он сидит бодренький. Он теперь каждое утро будет. Ну-ка, покажи, Паша, нам бодрость свою. Вот, молодец. О, ребят, ну это вранье, но честно. Если я соберусь немножечко, минутку полежать, 4 раза вздохну и усну. Конечно. И просплю. Конечно. Пол десятого откроешь глаза? Да, пол десятого откроешь, говорит, ну вот он настрой. Это просто страшный сон вообще. Эфира нет. Страшный сон ведущего проспать. Это самое страшное. Я, а мне кажется, что вот это проснуться, дать себе минуточку полежать и потянуться, по-моему, круче нет ритуала. И потом всегда бодрое настроение. Потому что меня, например, очень многие спрашивают, что ты все время с утра такая бодрая. Ты вот это вот сидя... Да я раньше говорила о том, что это чай, который я не пью. А теперь вот... Да, он. Давайте с утра. Мне интересно, а вот как выглядит шкала бодрости Паши? Ну. Какие там выделения? Как я. Вот. Вот она шкала. Нет, если в животных измерять. Но 38 этих... Попугай. И крышка, конечно. Слушайте, давайте вот про бодрость закончим. Я хочу выяснить. У вас очень быстро. Давайте вот... Давайте. Сейчас вы мне отвечаете быстро. Вы в этом году рассчитываете на 13-ю зарплату? Помните, что мы работаем в одной конторе. Поэтому вы рассчитываете на 13-ю зарплату? Тебе просто интересно. Ты у всех узнаешь, что ли? Да. Это вопрос. Я... А, я-то что? Я нет. Ты не рассчитываешь? Да, и я тоже нет. Я тоже нет. А я верю в светлое будущее. Надежда умирает последней. Молодец. Я верю в нашего генерального. Я верю в наше правительство. Я хочу 13-ю зарплату. Пожалуйста. Годовой бонус в виде 13-й зарплаты мужчины получают чаще, чем женщины. А в этом году получение 13-й ожидает почти каждый пятый россиянин. Мы выясняем сегодня у югорчан, рассчитываете ли вы на 13-ю зарплату в этом году. Плюс семь девятьсот пятьдесят пятьсот десять шестьдесят 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 шесть. Номер для ваших сообщений вайбер, ватсап, инстаграм, радиоигра, группа ВКонтакте, радиоигра. Везде можно оставить комментарии, везде можно рассказать, насколько вы верите в своего генерального директора, который подпишет вам 13-ю зарплату. В общем, рассказывайте. Ребят, вам хорошего эфира. Паша, ты молодец, ты молодец. Я знаю. Сейчас ты сделала большую работу для всех. Я знаю. Пока, Паша.